Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях заместитель руководителя проекта, довольно известного проекта в городском округе Люберцы, который очень просто называется «Люберецкие звезды» Екатерина Климова, а также Леонид Баранников, победитель первого полугодия прошлого 2020 года, а именно того самого проекта «Люберецкие звезды». Рад вас приветствовать в нашей студии. Вот, так я понимаю, что люди, которые ищут люберецких звезд, и люди, которые люберецкими звездами становятся. Леонид, сразу же вам вопрос. За что стали звездой-то? Набрал больше всех баллов в рейтинге. Все согласно правилам. Правилам конкурса. Да. Да, даже не конкурса, а как это, проекта, да, проекта. Вы по спорту у нас, да, специалисты? Да, направление спорт. Так, а именно? А именно восточное боевое единоборство, дисциплина «Сютокан». И я так понимаю, это какие-то грамоты, медали, как это, что туда входит? Чем вас там? Все заслуги, которые были на всех уровнях соревнований, всех масштабов, все, что у меня было, все подгрузил на сайт. И вот случилось то, что случилось. Случилось то, что случилось. Потому что он, я так понимаю, что в конкурсе могут принимать участие, ну, практически все, да, Екатерина? И может один раз спортсмен выиграть, другой раз может выиграть, я не знаю, представитель культуры, а другой раз какое-нибудь еще направление, верно? Да, все правильно. У нас пять направлений. Спорт, культура, образование, общество и молодежь. Вот эти пять направлений. Ага, спорт, культура, образование, общество и молодежь. А сколько вообще конкурс существует уже по времени? С какого года он запущен? Проект сам запущен с июня 2018 года, то есть уже где-то 2,5 года получается. Да, летом будет уже 3. Да. Летом будет 3. Да, поначалу было, конечно, мало людей. Мы пытались привлечь участников нашего проекта на наш сайт, ходили в школы на родительские собрания. То есть это интернет-история, да? Да, это сайт. Ходили в школы, ходили куда еще? Да, на собрания, разговаривали с тренерами, то есть рассказывали про то, что есть такой сайт, что можно принимать участие в этом конкурсе, выигрывать призы. То есть пытались просветить всех, кто живет в нашем городском округе Люберцы. Создали даже приложение мобильное, которое тоже помогает участвовать в наших мероприятиях. На нашем сайте мы выкладываем мероприятия различные по всем пяти направлениям. То есть можно не только загружать на сайт достижения, там грамоты, сертификаты, дипломы, но можно и участвовать в мероприятиях, занимать там места. За это тоже участники наши получают баллы. И потом все эти баллы суммируются. И раз в полугодие мы подводим итоги, да, смотрим, кто сколько баллов набрал. И вот максимально набранные баллы получает участник в подарок айфон. Остальные в зависимости от возрастной группы. Там в каждой возрастной группе тоже есть три места. Первое, второе, третье. Получают сертификаты в спортивный магазин. Ну правильно я понимаю, что вы не столько, может быть, хотели, чтобы все узнали имя Леонида Бараникова, а хотели телефон, наверное, получить, да? Или все-таки имя хотели, чтобы узнали? Совокупность. Совокупность. И так это да. Если есть что показать, почему бы не показать? А кто вам подсказал? Вы сами обнаружили, может быть, супруга или друзья? Ну вот как-то вот оно сложилось так, что вот увидел сайт и решил, почему бы не поучаствовать. Ну вы верили в то, что, знаете, сейчас же сайтов-то много. Ну как, даже можно позвонить, все узнать. Вы-то верили в то, что вот победа будет за вами? Ну объективно же можно все посмотреть. Сколько у вас там было загружено материалов? Достаточно много. У нас так еще интересно получилось, что у нас очень большой отрыв получился вот у меня и у того, кто второе место еще занял. То есть вот скорее всего конкурировали между вот нами вот двумя, друг с другом. Скорее, прям президентская гонка. Да, наверное, так. Вот, потому что была заметна динамика. То есть я загружаю там 10 грамм, например, и здесь вижу, что 15 загрузили. А у нас еще есть, да? Да. И вот до самого последнего дня интрига все-таки, я считаю, что сохранялась. Потому что начинали там 90 баллов, набрали, а концу это уже 360 с чем-то уже. А сколько человек потом еще участвовал в первом полугодии? Ну, победители и призеров набрались во всех возрастах в каждых номинациях. То есть я так понимаю, что людей участвовал достаточно много. Ну, давайте мы сейчас у Екатерины спросим, тем более, что летом вот будет уже 3 года, а такой уже взрослый ребенок, можно сказать, да? Много людей участвовало в 2020 году, несмотря даже на пандемию? Ну, участвовало достаточно много. Вот сейчас у нас почти 5,5 тысяч зарегистрированных участников на сайте, да. И у нас 7 возрастных групп, и в каждой возрастной группе у нас 3 места. Итого у нас, получается, 21 человек попадает в призеры. Вот, один получает айфон. 21 год, 21 человек. Хороший рекламный такой ход. Да, один получает айфон, а все остальные, вот 20 человек, они получают сертификаты. А скажите, а кому вообще эта идея пришла? Может быть, это где-то есть, кто-то где-то подсмотрел, или это собственное такое изобретение? Создать вот такой вот проект. И я так понимаю, что кто-то же должен еще как бы предоставлять призы? Ну, вот изначально была у нас инициативная группа, которой пришла идея, что хорошо было бы собрать всех вот этих активных детей, которые любят спорт, образование, как-то вот их собрать и как-то их мотивировать, чтобы они дальше так же активно, успешно... Еще и между собой как бы соревновались. Да, и между собой соревновались, да. И вот хотели сначала собирать списки этих детей, а потом вот уже пришла идея сделать сайт. И мы обратились в администрацию городского округа Люберцы, заключились поддержкой Владимира Петровича Ружицкого и вот начали работу над сайтом. Ну и в какой-то степени для администрации тоже так хороший сайт, потому что зашел на сайт и сразу видишь активных людей, людей достойных, у которых... Да, конечно, так видно. Прям вот, да, вы говорите, 5 тысяч человек, это сейчас 5, потом будет больше, и видно, ну, как вообще, какие люди у нас живут, потому что ведь действительно некоторые звезды довольно скромно себя ведут. Леонид, скажите мне, пожалуйста, а какие были ощущения, когда вот вы оказались первым? Ну вот нам, подарите нам эти ощущения победителя. Вам телефон подарили. Ну ладно, телефон – это такая история. Но тем не менее, что за ощущения? Вы же победитель целого полугодия. Ну, как и на обычных соревнованиях, выдохнул, что все закончилось, я победил, это хорошо. То есть лавровый венок, да, все как положено, победитель. Ну, для меня, как для спортсмена, если уже за что-то взялся, то хотелось бы первое место занять. То есть задача уже конкретная шла победить. То есть либо что-то делать хорошо и до конца доводить, либо, ну, лучше вообще не браться. Вот, если я взялся, значит, надо все, идти до конца. Вот до конца дошел, первое место получил, мне как для спортсмена все, вот, точку поставил, вот, на этих соревнованиях все замечательно. Хорошо. Ну, вот видите, кстати, ваши грамоты, как это… Ну, это очень тоже, кстати, интересно, если у вас или у ваших детей, ваших родственников много, ну, всяких каких-то знаков отличия, грамот, то почему бы не поучаствовать, потому что действительно так вот если посчитать, посмотреть, то о многих мы уже, может быть, и не помним, тем более и серебряный возраст даже работает, можно подключиться. Я к чему веду, что, видите, ваши грамоты, как ни странно, второй раз сыграли. Да? Ну, первый раз, когда вы их зарабатывали, вот, на, как говорится, в бою… Еще неизвестно, когда они больше пользы принесли, первый раз или сейчас. А там играет роль, если человек загружает грамоты, ну, например, третье же место – это третье место, второе место – второе, первое – первое. Есть еще гран-при. Это кто-то отслеживает? Да, конечно, это мы все проверяем, смотрим, и в зависимости от места можно набрать разное количество баллов. Там за первое место, если это обычные соревнования, то три балла, за второе – два балла. Если это какие-то международные соревнования, можно и шесть баллов заработать. То есть у вас такая целая там система операторов, да? Да, целая система оценки грамотов. Сколько человек работает над проектом сейчас? Двое. Двое? Двое, да. Ну, это их основная работа – высчитывать, отсматривать, потому что люди же разные бывают. Да, да. Ну, вот сейчас загружено уже несколько тысяч вот этих вот дипломов, вот за эти два с половиной года. И с каждым годом это все растет, и я думаю, у нас скоро будет больше. Ну, а во второй части хочется поговорить о дальнейших планах, что у вас в этом году запланировано. А пока возвращаемся к Леониду. Леонид, а чем вы вообще занимаетесь по жизни сейчас? Я работаю в спорткомитете городского Круглюберца. Так. Вот. Непосредственно там занимаюсь продвижением спортивных объектов. Ну, это больше бумажные, наверное, работы, заполнение таблиц, отчеты. Вот. А во второй половине дня сразу после работы я еду тренировать детей. Ага. Вы работаете еще и тренером. Да. Понятно. И параллельно еще стараюсь сам тренироваться сейчас. Ну, поддерживать форму. Потому что спортсмен, настоящий спортсмен, он не имеет права остановиться, потому что если он остановится, то он сразу поменешается в старичка. Были мысли у меня закончить со спортом. Год у меня был достаточно большой перерыв в спорте. Я понял, что мне не хватает этого дела. И надо, да, опять тренироваться много, опять выступать. Потому что без этого нельзя стоять на месте. Либо идешь вперед, ну, медленно, но хотя бы идешь вперед, либо очень быстро скатываешься назад. Ну, вот, наверное, в этом тоже есть определенный плюс, потому что многие люди, да, на каком-то этапе у них появляются грамоты, успехи. А потом они вдруг останавливаются. Возможно, вот ваш сайт, Екатерина, этот проект, помогает некоторым встряхнуться, да, поверить в себя, что, слушай, у тебя там 50 грамот, там, или вот как у нас был в гостях человек, у которого 200 грамот, да, и я так понимаю, что у Леонида тоже там грамот-то хватает, и дипломов, и медалей всего, и всевозможных кубков, раз спорт без кубков-то никак. Вот, то есть вы помогаете людям, может быть, по-новому, да, взглянуть на свои успехи, встряхнуться и пойти дальше. Верно, я понимаю? Да, безусловно. Мы стараемся так, чтобы люди жили более активной жизнью, то есть принимали участие в мероприятиях, ходили в кружки, в секции, то есть вот именно активно жили. А вот этот сайт, он существует сейчас, как мобильное приложение можно, его можно где найти? И где-то вот на сайте администрации он есть? Или как его обнаружить? Ну, очень просто. Просто в браузере вы набираете люберецкие-звезды.рф, и всё. Если можно в поисковой строке... На русском языке, в смысле? Люберецкие-звезды.рф. Да, можно в поисковой строке то же самое набрать, и выдаст совершенно точно наш... Вот давайте сейчас расскажем, ну, коль мы уже сейчас занимаемся продвижением звёзд люберецких с помощью проекта, какова главная задача участия, что необходимо человеку иметь, чтобы он принимал в нём участие? Вот он зарегистрировался, и дальше. Ну, это самое главное. Нужно зарегистрироваться на нашем сайте. Так. Потом, если есть дипломы, награды, достижения, то всё загрузить в профиль, чтобы получить за это баллы, и принимать участие в наших мероприятиях. У нас уже размещено на сайте более 2,5 тысяч мероприятий. В них можно принимать участие. Но вот в плане пандемии, конечно, сейчас это не очень... Ну, мы уже научились онлайн, ради бога, и танцуем, и варим, и пляшем. Онлайн мероприятий сейчас мало. Да. Вот. И непонятно, как отслеживать, что человек действительно принимал там участие. Ну, хорошо, участь участием. А вот его заслуги куда загружать? Что у человека должно быть, чтобы он почувствовал, что он может претендовать на звание люберецкой звезды? У нас на сайте есть специальный раздел с рейтингом, и там обновляется каждые 4 часа информация. То есть, если кто-то что-то загрузил, модераторы проверили это всё, посчитали баллы, и вот можно зайти посмотреть, какое место сейчас текущее на данный момент занимает тот или иной участник. Сейчас вернёмся в студию. Напомню, что у нас в гостях сегодня представители, причём как бы с двух сторон организаторов, и со стороны победителей проекта «Люберецкие звёзды». Продолжим во второй части и попытаемся узнать, что может быть нового будет в этом наступившем 2021 году. Может быть, когда пандемия нас попустит, может, что-то интересное нас ждёт от «Люберецких звёзд». Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня мы говорим о проекте «Люберецкие звёзды». И у нас здесь в студии, напомню, находится заместитель руководителя проекта «Люберецкие звёзды» Екатерина Климова и победитель первого полугодия прошлого, сложного, но тем не менее приятно, что победитель 2020 года, первого полугодия, Леонид Барадников. Ещё раз здравствуйте. И продолжим наш разговор. Леонид, сначала вопрос к вам. Что бы вы посоветовали тем людям, которые сейчас услышали, что есть такой проект, что в нём можно принять участие? Как им себя вести? Как собрать все грамоты? Или всё-таки лучше сконцентрироваться на участии в каких-то проектах? Сейчас даже мы не обсуждаем оффлайн, онлайн. Сейчас мы уже многому научились. Что нужно сделать этим людям, которые видят, что вы не просто победили, а ещё и выиграли телефон целый, настоящий? И самый дешёвый? Ну, если человек хочет победить, он должен, соответственно, вести себя, ну, как подобает победителю. Для того, чтобы победить, нужно как можно больше грамот собрать. Если таковы... Успехи должны быть. Естественно. Если таковые имеются грамоты... Надо их найти. Надо, во-первых, да, их найти и загрузить. Это же тоже труд, если их много. Да. И, ну, постараться новое собрать. А если вы сами знаете, что... Ну, раньше вы какой-то пассивный образ жизни вели, и, в принципе, грамоты у вас там не очень много. За хорошее поведение. Да, победить вы хотите. Значит, что нужно делать? Значит, надо участвовать везде на мероприятиях, заходить, естественно. То есть, любезки и звезды предлагают предоставлять, вернее, возможность участвовать в каких-то проектах и зарабатывать вот с нуля. Потихонечку начать зарабатывать. У меня еще такой вопрос, Екатерина. Вот я не зря сказал по поводу грамоты за хорошее поведение. А какие считываются грамоты, ну, или там, дипломы? Значит, на грамоте должно быть обязательно написано организация, которая выдала эту грамоту. Должна быть печать этой организации, подпись руководителя, ну, и фамилии того, кого наградили. Фамилиями отчества. То есть, более-менее все должно быть официально. Официально, с печати, с подписями, да. Хорошо. Екатерина, год 20-й был сложный. Я так понимаю, что все, кто, причем, и модерирует проект, и те, кто в нем принимают участие, наверное, столкнулись с какими-то сложностями. Но мы очень надеемся, что в этом наступившем 2021 году рано или поздно все-таки как-то у нас будет, ну, по крайней мере, полу-оффлайновый такой режим. Что планируется? Будет ли какой-то проект такой глобальный, где вот все эти звезды собираются? Что у вас там запланировано? Есть какие-то мысли по этому поводу? Ну, вот во время пандемии все равно проходят различные спортивные мероприятия, где принимают участие и дети, и взрослые получают грамоты. То есть они все равно продолжают загружать на наш сайт сети грамоты, получать за это баллы. То есть мы все равно будем проводить вот это награждение каждые полугодия. А если золотая медаль в школе, это идет в зачет? К медали обязательно должно быть что-то, либо протокол. Ну, я имею в виду, если человек заработал золотую медаль в школе, то он тоже может загрузить вот этот протокол. То есть это засчитывается, да? Да, да. В протоколе, опять же, должна быть подпись, печать. Это все будет засчитано. И благодарственные письма тоже мы зачитываем. Только вот за письмо будет один балл. Понятно. Хорошо. И вот вы говорите, что в онлайн-режиме вы как-то за этим следили, ребята загружали, участники, да? Вы проводили какое-то мероприятие глобальное? Ну, пока у нас в режиме онлайн через Zoom проходила только парочка мероприятий. Ну, скажем так, пробные варианты. Вот. Тоже будем учитывать участие в таких онлайн-мероприятиях. Там дети, активно принимающие участие, общаются с организатором этого мероприятия, там, выполняют какие-то задания, присылают результаты. Соответственно, по этим результатам мы можем понять, что человек участвовал в этом мероприятии, и будем начислять ему баллы. Ну, я так понимаю, что если пандемия окончательно отступит, то это будет какое-то большое мероприятие, да? Возможно, какой-то большой концерт, да, где будут присутствовать люди, что-то вручать, какие-то будут. Это обязательно, если все-таки... Такая церемония награждения красивая, как положено. У нас раньше это уже было до пандемии. Мы собирали большой зал, и был и концерт, и награждение. Все было замечательно, красиво. То есть, я думаю, мы к этому вернемся когда-нибудь. Хорошо. А вот если Леонид, например, воспитает среди своих подопечных чемпионов будущих, ему как тренеру, может пойти еще плюс какой-то? Либо грамоты только, что первое место заработал конкретный ребенок. Совместная, да, или там, или там, лучшая семья, или там, вот такой вариант. Я думаю, такой вариант можно рассмотреть, как альтернативное развитие нашего проекта. То есть, будем учитывать скорее всего. Потому что, я так понимаю, что вот, знаете, есть преподаватель, там, ну, музыкальная школа, или школа искусств. Да, ребенок побеждает на каком-то фестивале. Безусловно, это прежде всего его заслуга. Он собрался, выполнил все необходимые возложенные функции на него, но всегда за ним стоит тренер, наставник, тот, кто есть. Мне кажется, что это будет хорошо. Знаете, как в хоккее есть, там засчитывается и тот, кто голову забил, и тот, кому, кто отправил пас. Потому что, если бы я пас не отправил, то ты бы не забил гол. Да, это очень отличная идея. Вот, я думаю, что, как это, можно ее рассмотреть. И еще, давайте поговорим о других направлениях, но прежде, чем мы, вот, из пяти, да, мы обсудили спорт, расскажите. Мне еще один такой вопрос. Леонид, а вы чувствовали все-таки спортивную состязательность в этом, или что-то еще другое? Какое, знаете, такое ощущение, повышение своей собственной самооценки? Чего было больше? Скорее первое, потому что, ну, я человек, наверное, самодостаточный. То есть, все хорошо. Меня устраивает, да, все прекрасно. Я сам знаю, кто я, что я. Ну, у меня, как у спортсмена, естественно, спортивный интерес к этому делу был. То есть, я посмотрел, здесь первое, второе, третье место есть. Надо занять здесь первое. Это был спортивный интерес, можно сказать, на 90%. А все остальное, ну, ну, никакого признания. Ну, хорошо. Вот там у вас есть среди пяти направлений, например, общество. Что такое общество? Что туда относится? Какие-то социальные, скажем так, поощрения или что? Ну, вот, например, бывают такие мероприятия, как сбор макулатуры. То есть, вот такие вот вещи. Кто больше собрал? Или там добрый шкаф. То есть, когда люди приносят вещи, там, вот в парке обычно собирают. То есть, мы такие мероприятия тоже у себя размещаем на сайте, и люди могут взять свои вещи, которые мне нужны, принести туда и получить за это баллы на нашем сайте. А какая больше всего из этих площадок из пяти работает? Основное – это спорт, конечно. Все начиналось, но сейчас уже достаточно много тех, кто именно по культуре. По культуре у нас, да, певцы, чецы. То есть, у нас культура тоже набирает обороты. Хорошо. А вот все-таки здесь система подсчитывания баллов. Планируется ли у вас какое-то, может быть, ну, я уже говорил частично об этом, может быть, какое-то из жюри, да? Потому что, ну, вот есть первое место, да? Да, но если, например, предположить себе, что будет расширяться количество участников, то и хочется еще кого-то, да, отметить какими-то там, ну, может быть, призами поменьше, или просто придумать какой-то там специальный значок, наверняка, может быть, он и есть. Вот есть какая-то, планируется ли создание некого такого жюри при этом конкурсе, да, при этом проекте, который будет как-то отсматривать какие-то, может быть, работы? Я думаю, мы тоже введем это в будущем обязательно, потому что эта идея тоже интересная. Вот, и кроме вот сертификатов в магазин, у нас еще и бывают билеты в парк, на аттракционы. То есть есть хорошая система поощрения, да? Да. Для граждан, которые активно участвуют в проекте. Леонид, а кому-то из знакомых-то посоветовали? Вы же в спортивной среде-то кого-то знаете наверняка. Кого-то еще подтянули для участия в этом конкурсе? У кого много там побед? Наверное, своих учеников буду агитировать. А есть такие, которые могут победить? У вас сейчас начинается, так понимаю, самый сложный период. Это когда одно дело за себя переживаешь, да, за свои возможности, тем более, вы сказали, самодостаточный человек. А другое дело, когда переживаешь за юных, так сказать, спортсменов. Есть там звездочки там уже? Люберецкие звездочки есть? Люберецкие звездочки потихоньку загораются. Но рано еще, наверное, об этом говорить. Прямо вот о звездочках. Мы только в самом начале. Вначале поскромнее нам быть. Вам нравится именно тренером работать? Да, да. Почему? Если у меня есть какое-то свое знание, свой опыт, почему бы не передать это, чтобы дальше мои ученики лучше меня остановились и дальше свой опыт лучше передавать? А что-нибудь из тренерской работы тренеров, которые с вами работали, вы что-то берете? От каждого тренера... Что-то у вас есть. Ну да, надо брать... У каждого есть чему поучиться. Кто-то лучше с детьми работает, кто-то лучше с более взрослыми. Там на соревнованиях, на танках. Ну понятно. У всех есть свои преимущества и многое, чему можно научиться. И вот, заканчивая нашу программу, я хочу сказать, Екатерина, что чем, мне кажется, еще хорош этот проект, что простой житель городского округа Люберца может зайти и увидеть людей, те самые Люберецкие звезды, которые не просто загрузили какие-то грамоты и свои достижения, а что они работают, что у них есть проекты. И таким образом вы можете помочь, что придут к тому же Леониду и скажут, мы хотим, чтобы наш ребенок у вас учился, потому что мы вот нашли вас на сайте, вы же Люберецкая звезда, и мы хотим только... А он за счет этого, мы так тихонько, чтобы никто не слышал, скажем, что он еще сможет и зарабатывать хорошо на этом, потому что это к нему пришли, а не к какому-нибудь дяде Васе, правильно? Мне кажется, что это еще хорошая площадка для раскручивания людей, которые здесь живут и работают. Правильно я понимаю? Да, конечно, все верно. Ну что ж, было приятно с вами пообщаться. Еще раз поздравляем Леонида. Баранникова, победителя первого полугодия 2020 года. Сколько вы баллов набрали в итоге? 367, если не ошибаюсь, могу соврать. Ну, где-то... Ну, тогда ты точно помнил, сейчас уже не важно. Много баллов. И Екатерина Климова, заместитель руководителя проекта Люберецкие звезды, мы вам желаем такого расширения морального и даже, если хотите, и физического. Больше подарков, больше призов, больше участников. Ну, и надеюсь, что и кто-нибудь из вас, уважаемые зрители, рискнет поучаствовать в проекте Люберецкие звезды. Сайт очень простой, я так понимаю, Люберецкие-звезды.рф. Приходите, прочтите все, и, может быть, ваши грамоты, которые пылятся где-то у вас в шкафчике, позволят вам стать обладателем достойных призов. С вами был Николай Пимненко. В программе «Открытый диалог». Счастливо!